Состоялся очередной координационный совет. На повестке дня было несколько вопросов. Одной из основных стала тема об изменениях и дополнениях, внесенных в устав Ленинского муниципального района, решением районного совета депутатов о новом порядке избрания депутатов и главы муниципального образования. С этим вопросом собравшихся ознакомила советник главы района Елена Добрина. Не питайтесь слухами. С такой реплики она начала свою речь. Именно в разъяснительной форме было построено ее выступление. Сейчас много недопониманий, как в дальнейшем будет работать исполнительная вертикаль власти. Много вопросов у общества возникает в связи с уходом от прямого голосования. Елена Добрина объяснила вкратце все пункты 60-го закона Московской области, пытаясь донести до присутствующих положительные моменты данной системы избрания и назначения. У нас многие начали шуметь и ругаться о том, что вот теперь нас лишили права выбора. Нет, конечно. А никто никого не лишил, потому что совет депутатов получает сейчас более такой высокий статус, потому что в совет депутатов, естественно, депутаты выбираются. И, соответственно, люди, которые их выбирают, они им делегируют уже свои какие-то мнения, предпочтения и так далее. Выбирая членов той или иной партии, выбирая людей, которые имеют тот или иной авторитет, они делегируют им свое право. Поэтому сейчас вот это будет происходить так. Совет депутатов будет избирать, утверждать или не утверждать главу муниципального образования Ленинский район. Как отметила Елена Добрина, данная система упростит бюрократические проволочки, поможет сократить раздутый чиновничий аппарат и, как следствие, приведет к экономии средств. Также на повестке дня обсуждали вопросы проведения праздничных мероприятий, приуроченных 75-й годовщине битвы под Москвой и празднованию Нового года. «Видная зима» — такое неожиданное название было выбрано для новогодних мероприятий в этом году, откроет череду которых парад Дедов Морозов 1 декабря.